Рад приветствовать на канале Коинпост! Есть ли у вас на примете прямо сейчас 1, 2 или даже целых 3 альткоина, которые можно купить и заработать на их росте в ближайшие 1-2 недели, да еще и с низким риском? Перспектива крайне заманчивая, и сегодня я расскажу про топ-3 криптовалюты, которые, уверен, вы хорошо знаете, но прямо сейчас есть основания ожидать их роста в ближайшее время. Выбор монет для подборки доверим трейдеру и автору ютуб-канала EleoTraders Crypto. Он больше концентрируется на техническом анализе. Вот и послушаем его прогноз. А с меня последние новости по этим криптовалютам и личное мнение. Если посчитаю нужным, чем-то дополните его прогноз. Друзья, ваш лайк – это лучшее, что может произойти с этим видео. Мы начинаем. В первую очередь традиционное предупреждение, что все сказанное далее не является финансовым советом, и перед тем, как что-то купить или продать, вы должны провести собственное исследование и принять какое-то решение. Я же этим видео помогу вам с тем, в каком направлении стоит двигаться, чтобы найти возможность получить прибыль. Первый альткоин, с которого начал наш сегодняшний автор подборки – это Космос. Он же Атом. Вот что говорит технический анализ. Цена Атом после нового максимума находится в накоплении по модели восходящего треугольника, когда у нас остаются стабильные максимальные уровни, но минимумы становятся все больше. Такие модели, как правило, пробиваются по направлению движения предыдущего тренда, а это верх. Главное сопротивление находится на 44 долларах, по верхней границе треугольника, а цель при выходе из этой фигуры вверх приведет цену Космос на новый максимум в 58 долларов, что равно росту на 63%. Также сигналу на рост в ближайшее время дает индекс относительной силы и личный индикатор от Эллио Трейдер Скрипта. Теперь моя очередь. Что по новостям? Буквально на днях прожила крупная конференция, посвященная исключительно блокчейну Космос, трансляция которой велась из Лиссабона. Интересная новость о работе разработчика в основной децентрализованной бирже Асмозис в сети Космос. Над решением важных проблем для таких площадок, когда за счет считывания данных о блокчейне можно обыгрывать других трейдеров, действуя на опережение. Для кого-то это может не проблема, но по факту по мере развития децентрализованных финансов убытки трейдеров растут, и если Асмозис найдут решение, они смогут стать лидерами рынка за счет привлечения новых пользователей. Напомню, что идея Космос заключается в построении экосистемы из множества блокчейнов, и все их пользователи в перспективе будут торговать на Асмозис. Также хорошая новость, что я думаю известный многим проект Crypto.com запускает свою бета-сеть для NFT, и создание метавселенной на базе движка Космос, и в дальнейшем она станет частью общей экосистемы. И еще один бонус, который может помочь вырасти в цене токену Атом, это новость о скором проведении крупнейшего хакатона для разработки на базе Космос, с призовым фондом в 1 миллион долларов, на который уже зарегистрировалось более 1 тысячи разработчиков, друзья. Для Космос прямо сейчас все выглядит очень перспективно, но должен напомнить вам об одной важной вещи. Любой прогноз по альткоинам может быть усилен, и это плюс, или полностью отменен. И это очень большой минус, в зависимости от движения цены биткоина. О том, что происходит с главной криптовалютой и ведущими альткоинами, я каждый день без выходных и праздников рассказываю в канале CoinPost Telegram. Переходите по ссылке под видео, подписывайтесь и защищайте ваши инвестиции в криптовалюту. Топ-2 монетой стал Chainlink, про которую Элио Трейдер с крипта говорит, что он за ней много следит, но сам не торговал. Возможно, до этого момента. Вот что показал его анализ. На недельном графике по линк есть более высокий минимум, что является признаком зарождающегося восходящего тренда. Также прямо сейчас цена может формировать более высокий локальный максимум на том же недельном графике. То есть тренд создается и он может быть достаточно сильным. Подтверждением такого прогноза будет закрытие недельной свечи на уровне около 35 долларов и выше. В случае успешного подтверждения цель роста 46 долларов или плюс 30% текущего значения с перспективой, что цена будет еще выше. Я понимаю, кому-то крайне мало 30% на крипторынке, но учтите, что это может произойти в ближайшие пару недель. Анализ волатильности указывает на то, что она будет увеличиваться, а дневной индекс относительной силы говорит о входе монеты в зону контроля быков. Этот сценарий в силе при условии, что недельная свеча не закроется ниже 31,5 доллара. Если обратиться к новостям, то к Chainlink продолжают подключаться все новые DeFi проекты, несмотря на то, что на рынке блокчейна Ракулов появились конкуренты. Итак, из последних добавились Market Maker Sabre для торговли в сети Solana и площадка для криптокредитования Seedet Network, также из экосистемы Solana. Этот поток не останавливается, и, как показывают данные, блокчейн Оракулов от Chainlink на сегодня обеспечивает защиту денег в DeFi протоколах на сумму в 75 миллиардов долларов. Хороший результат, но явно не предел. Так считается учредитель Chainlink Сергей Назаров, который заявил, что в следующем году новые DeFi сервисы будут запускать банки, а пользоваться ими станут институционалы. «Перспектива крайне интересная. Главное, чтобы сработало. Потому что я верю в будущее DeFi как финансовой технологии, но сомневаюсь, что регуляторы оставят им сегодняшнюю свободу действий. Поэтому DeFi, как бы глупо это ни звучало, действительно могут в следующем году перейти под контроль банков. Главное, чтобы в новой форме работы. Chainlink сохранил свою полезность для этих сервисов. Я тут немного забежал вперед. Аж в следующий год. И что касается планов на 2022 год, то я вижу в нем продолжение работы над построением сообщества Coinpost в 1 миллион человек. Помогите мне это сделать. Подписывайтесь на канал и становитесь частью нашего дружного комьюнити. И третьей монетой стала кардана. Надо сказать, что она была своего рода разочарованием, когда не смогла продолжить рост после максимума в 3 доллара. И во многом причиной этого были завышенные ожидания. Ведь смарт-контракты наконец-то запустили. А вот какого-то прорыва после этого не случилось. Но давайте посмотрим. Может быть произошли важные изменения. И начнем с графика. Цена ада в конце октября упала ниже 2 долларов. И для многих это было сигналом, что пора отправлять монету на склад истории. Но далее у нас были три повышающихся локальных минимума. После чего последовал резкий рост обратно к ценам выше 2 долларов. Это классический сценарий медвежьей ловушки. И не исключено, что многие в нее попали. Текущие данные по волатильности RSI указывают на то, что монета еще не растеряла бычий импульс и может продолжить рост. Если удастся быстро пройти сопротивление на 2 долларах в 37 центах, тогда открывается дорога к возвращению к диапазону чуть ниже 3 долларов, где будет еще одно сильное сопротивление. Загадывать сразу, на новый максимум цены наш сегодняшний трейдер не спешит, но возможности быстрого возвращения к цене около 3 долларов он дает высокую вероятность. Точка отмены для данного сценария – падение цены ниже 2,12 доллара. Если обратиться к новостям, то недавний рост кардана был подстегнут новостями об успехах проектов в Африке. Я не могу быть столь оптимистичным, как Чарльз Хоскинсон. И рассказывать, мол, скоро вся Африка будет цифровой. И все это благодаря кардана. Как мне кажется, реальное применение блокчейна во многом переоценено. Но то, что проект продолжает – это хорошие новости. И если они действительно реализуют задуманное, тогда цене ада тоже будет неплохо. Также есть позитив от данных по разработке официального легкого кошелька – Йорой. для экосистемы кардана, который в разы упрощает работу с блокчейном. Так что позитив есть, и он тоже может помочь кардану вернуться к цене в 3 доллара. Напоминаю, что каждый день слежу за крипторынком и рассказываю вам про это в нашем канале в Телеграм. Переходите по ссылке под видео, подписывайтесь, и будем на связи в режиме 24 на 7. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и будь в плюсе. Субтитры сделал DimaTorzok